Девушки отдыхают У нас будет формироваться с первого укоса 2,6, второй укос 2,1 и потом третья часть это вот тот силы, с которой мы запланировали почти на 650 тысяч больше, чем в прошлом году. Александр Горькович, ну на сегодняшний день, ну посмотрите, мы идем, 82% скашиваем, вот и я вам еще раз говорю, что мы на 2,6 миллиона мы планируем выйти по травам, прорабатываем стратегию, чтобы у нас в этом году не получилось. По травянистым кормам мы нормально смотримся на весну. Александр Горькович, ну второе ваше поручение, которое вы всегда ставили, значит мы, что касается полимерной пленки, мы почти на 140% увеличили планы, исходя из той технической основы, которую мы имеем. Ты заготавливаешь полимерную пленку? Первый укос, да, заготавливаю, но первый укос мы заготавливаем только вот луга за копостью. Там логистика до керм далекая, поэтому вот на сегодня там порядка... Ты сына в пленку заворачиваешь, да? Да, да, там порядка, вот весь эти луга, они заворачиваются в пленку. К этой технологии она имеет право жить и должна работать, но для большого объемного заготовки, конечно, это немножко, во-первых, дороговато из-за пленки, и во-вторых, мы за это время настроили прекраснейших хранилищ для кормов, вот, и когда закладывается сенаж, то, конечно, он нам будет время. То есть у тебя траншеи хватает, ты закладываешь траншеи, отдаленные поля заворачиваешь в пленку, и это привозим на фермы, слаживаем. А что за проблема? По-прежнему остается дороговизной? Ну, она в основном по импорту и завозилась, Александр Егорович. Наш вот биоком-технологии в Гродно, они уже, в принципе, вместе с аппаратурой уже и выпускают эту пленку свою. Ну, ценник, да, ценник немножко, конечно, у них высокий. Значит, Дмитрий, запиши на жесточайший контроль правительству для того, чтобы эта пленка была в течение года. Это перспективная технология. Это хорошо у него траншеи этих хватает. Качественно, корма заготавливают, что к нему? Отдыхать надо приезжать, такие хозяйства. А где хозяйство, не имеющее траншей, где и надо побыстрее что-то сделать. Для Витебшина это спасение, но надо так, чтобы это подешевле было. Пленка должна быть, и эта технология должна быть дешевой, доступная для слабых хозяйств. Тогда одна проблема – механизатор. Потому что пресс – это сложная техника. Ну, прессы у нас, по-моему, есть свои. Поэтому для Витебской области, да везде, это технологии надо использовать. Осталось косить нам 233 тысячи. Ну, понятно, что здесь… Когда закончите косить? Александр Ильич, ну, смотрите, Гомель, я думаю, Минск пару дней буквально, до конца недели Гродно-Могилев. Ну, посложнее будет Витебщине. Витебщина, я думаю, до конца этой недели не справится с этой задачей. Ты смотришь за Витебщиной внимательно. Твое впечатление, объективно. Есть тенденция к лучшему? Или он телепается по-прежнему, как это было? Он не телепается, он старается, наоборот, ухватиться за это все. Может, не стараться, мне нужен результат. Я думаю, что результат по концу этого года будет. Александр Ильич, я уверен. Ну, смотри. Я буду. Я запомнил, что ты отвечаешь за Витебскую область. Технологии, организация, где-то и помочь, поддержать. Ну, порядок здесь, дисциплина. Нужна дисциплина. Будет, как у него дисциплина, тогда проблем не будет. Вот телята, они рождаются, тут же беркуются, значит, выпаивается молозиво через дренчик, здесь проценту от веса. Дальше оно поступает сюда. Здесь три дня, значит, молоко выпаивается. Через три дня начинаем приучать к комикорму, к аэроди. Через три дня? Через три дня, пусть она и здесь была. Через месяц начинают работать с телятами, то есть это купирование рог, хвостов, купирование, значит, и ветеринарная обработка. 70 дней он здесь выпаивается, выкармливается. А какой рацион сейчас у них? У них 6 литров молока в день и комбикорма где-то килограмм с копеечками там будем рассчитывать. Но комбикорм в воле уйдет, поэтому тут просто он постоянно стоит с третьего дня. 33 килограмма в среднем теленок поступает сюда после рождения и где-то 80 килограммов он уходит отсюда. Самое главное, и мы это контролируем, значит, теленок родился, мы должны четко понимать, что оператор или кто там возле него выпаил ему 10% от веса, то есть там вот этих 3 литра этого молозива. И если теленка выпаили молозивом, если его обсушили правильно, если его перевезли, вот такую клетку положили с соломой и так далее, то проблем не будет с точки зрения того, он не замерзнет. Это будет реально, нормально. А что у тебя с падежом? 97% сохранность тут как такового падежа. А в Варшанском районе? Прироста нет падежа к уровню прошлого года. В прошлом году была хорошая церковь. В области есть. Витебск, Гомель и Брест остановились к уровню прошлого года. Вся вот проблема в том, что вот то, что сказал Александр Владимирович, теленок может жить и на улице, ему должна быть сухая подсилка. Ну ты мне лекцию не читай, ты мне ответишь за эти области, почему падешь там увеличивается. Поэтому разбирайся. А вот и разбираться одно, что малейшее нарушение, первые выпайки молозива, вот проводим семинары, сделали рекомендации, убеждают. Нет, ты можешь не проводить семинары, но за падеж с кота ответишь головой. Почему у него падежа нет фактически? Потому что он делает так, как надо. Ну так заставив, чтобы сделали другие. Да, да, только так. Еще раз говорю, мы можем продать по хорошей цене свою продукцию, а мы гробим на корню телят, поросят и прочее. Здесь 2000 будет 800 голов вместе с телятом. 2225 коров. И я считаю, что это очень хорошая ферма для того, чтобы промышленно, серьезно заниматься производством молока. Всяная система. Горона закатится. Горона закатится. Горона закатится. Горона закатится. Ну, с начала это было, конечно, когда я не сдал kids. Здесь поставили систему низкого управления по очистке, как только проходит это низкотездаение, это заинфицируется, моется очистка. И карусель изобью, давай, полностью из державейки.